Здравствуйте, уважаемые слушатели! Сегодня у нас с вами лекция на 31 обеспечение безопасности поездной и маневровой работы в зарубежных странах. Рассмотрим сегодня три с вами основных вопроса. Это требования к маневровым работам США, зарубежные системы управления перевозками, система АС-3 и система GSNR. Рассмотрим, где наличие системы. Ну, давайте поговорим, да, то есть какие требования появляются маневровым работам Соединенных Штатах Америки. То есть, в Соединенных Штатах Америки они уделяют точно большое внимание для того, чтобы автоматизировать все сортировочные маневры. Вот, и не только автоматизировать их, а автоматизировать все процессы, да, вот, включая автоматизированные высокоеффективные механизмы и устроенные, да, для того, чтобы как можно быстрее ускорить процесс расформирования составов. И в Соединенных Штатах Америки уже давным-давно шагнули вперед в область производства маневров на станционных путях. Вот. Большое значение в работе персонала приобретает применение мобильных устройств связи, вот, с помощью которых осуществляется поддержка процесса обработки поездов и вагонов прибытия до отправления. И внедрение нового системы мобильной связи позволяет ущербам снизить все экспозиционные расходы, что, в свою очередь, позволяет повысить конкретно способность этого великого транспорта перед другим. В последние годы в Северной Америке на крупных сортировочных станциях для дорог первого класса, потому что первый класс является самой крупной станцией, осуществляется переход от локальных устройств автоматизации отдельных операций к непрерывно действующим системам управления гроссформированием и формированием составов и производством маневров. То есть, видите, они уже уходят от того, чтобы каждая система работала сама по себе, да, отдельно была автоматизирована. Так не пойдет. Должна быть, вся станция должна работать одинаково автоматически, когда будет соответствующий эффект. Так, например, сортировочная станция в Нью-Йорке, да, проективна для работы под управлением цифровой вычислительной техникой. Роспуск позволяет произвести, да, статистический вагонного поезда, поддерживаемая система автоматизированного распуска состава, да, и состав можно расформировать менее чем за один час, да. Это достаточно очень хорошие показатели, очень огромные показатели, да. И, естественно, перерабатывающая способность станции составляет свыше 3,2 тысяч вагонов в сутки, да. При этом число пунктов назначения вагонов может доходить до 70, то есть 70 назначений имеется на сортировочном парке. То есть, видите, это очень огромная станция и, опять же, видите, здесь необходимо устраивать такие вот, то есть можно установить такие механизмы для того, чтобы, для того, чтобы снизить времена нахождения вагонов на станции. То есть снизить простую различного характера, да, и сделать так, чтобы переработка быстрее шла, чтобы поезда готовы быстрее отправлять и так далее, и так далее, да. То есть, видите, вот на сортировочной станции в Нью-Йорке, да, то есть была построена, и относительно не так давно эта станция, да, вот на ней начали применяться вот такие вот новые системы. В парке приема проводятся осмотры прибывающих поездов и их подготовка к отпуску. Номера вагонов проверяются на подходе к горбу-горке. Если несоответствие не обнаружено, вагон отправляет и спускается с горки. В автоматическом режиме под управлением ЭВМ устанавливается маршрут его скатывания до предписанного сортировочного пути. Когда он уже будет непосредственно скатываться, да, будет приводить сам распуск вагона, на контрольных участках перед главным и групповой тормозными позициями измеряется его скорость. Выполняются автоматизированные расчеты ускорения, да, данного отцепа, сопротивление качению, характеристик пения. Это обеспечивает безопасное для вагонов и грузов соударение при сцепке на сортировочном пути. То есть, видите, система уже сама позволяет определить, с какой скоростью должен подойти вагон у нас, да, учитывая даже внешнюю среду, чтобы не нанести вред в первую очередь самому вагону и во вторую очередь грузу, да. Либо же наоборот, в первую очередь грузу, а во вторую очередь самому вагону. То есть, видите, это очень правильное и грамотное решение. По завершении распуска состава в автоматическом режиме готовится и может выдаваться на печать специальная ведомость, в которой указан сортировочный пункт и местоположение на этом пути каждого из вагонов. То есть, это уже практически готовый на 75-80% уже натурный лист поезда. В данном случае у нас, да, у них натурный лист поезда не используется, да, вот. В целях оптимизации сортировочной процессы и минимизации повреждений вагонов на сортировочных станциях, крупных железных дорог, класса 1, США и Канады устанавливается информационно-управляющая система Крояр. Производство компании General Electric Transportation Systems. По прибытии вагонов на сортировочную станцию устройства системы автоматически идентифицируют, считывают с вагона соответствующих данные маркеров, да, которые система Проерт сравнивает с полученными от службы перевозок, подтверждая их или корректируя их. То есть, видите, уже сразу происходит что? То есть, создается база данных, да, куда этот вагон должен, то есть, каким грузом, да. Он сравнивает уже полученные данные, первичные данные от, скажем так, от отправителя, да, либо же от этих, как его, от службы перевозок, да, то есть, и корректирует, да, либо же подтверждает, что этот груз следует в нужном направлении. Вот. Затем вагоны после, точнее, в процессе сортировки вагон у нас проходит эмиссы, то есть, вагон каждый взвешивается, да, проходит через ряд датчиков, которые выявляют ходовые качества данного вагона, да, и все эти данные, все эти данные уже непосредственно, то есть, уже потом приходят на, то есть, все эти данные уже потом непосредственно вводятся, да. Вот. Система определяет тормозные мощности замедлителей трех тормозных позиций, необходимые для обеспечения оптимальной скоростью скатывания цепок, которые исключают преждевременную остановку спускаемого вагона, или повреждение груза при соударении со стоящими вагонами с недопустимой большой скоростью. То есть, видите, вся эта информация собирается, какой вагон, вес его, да, и при распуске состава, опять же, система это все учитывает и делает так, чтобы вагон плавно подошел к другому отцепу. Вот. Инновационные замедлители удерживают цепу вагонов на сортировочных путях, да, то есть, это, чтобы вагон, то есть, при соударении, да, вагон останавливается, не катились дальше, да, не выходили на пути других парков и так далее. Вот. То есть, и все эти процессы непосредственно контролирует оператор горки. Есть другая компания, достаточно очень крупная, это Union Pacific, она ежегодно модернизирует по одной из 12 сортировочных станций в Соединенных Штатах Америки так, заменяя компьютерные системы, считывающие устройства, системы автоматической идентификации вагонов, да, вот, ссылочные переводы вот на сортировочные станции, управляемость культа, то есть, с одного пульта, чтобы это все могло управляться с одного пульта, да. Тем самым, исключая, то есть, исключая некоторые рабочие места, позволяя выполнять всю работу, скажем так, в одно лицо. То есть, скажем так, один дежурный по станции производит, он выполняет операции и по приему поездов, и по отправлению поездов, да, производит операции на сортировочные горки, да, то есть, все это делается один человек, то есть, уже не нужны дежурные по горке, и операторы при дежурных по горке, и так далее. Тем самым, позволяет полностью исключить, исключить человеческий фактор, да, чтобы, как вы, то есть, вы прекрасно знаете, человеческий фактор влияет очень пагубно, да, на выполнение вот этих вот процессов. Вот, это тоже один из, одно из решений, которое достаточно очень, очень, очень такое, скажем так, является правильным, да. Вот, ну, с другой стороны, мы сокращаем рабочие места, но тем не менее, то есть, мы делаем так, что железная дорога у нас должна быть автоматизирована, и, то есть, меньше людей должны каждый день подвергать свою, подвергать свою жизнь опасности, да, вот. И еще вот компания Union Pacific занимается закупкой новых тепловозов, да, вот, старые они списывают, и новые закупают тепловоз, которые очень более мощные, да, вот, и которые уже позволяют, работать с одним, то есть, это же гибридные какие-то, у них локомотивы есть, да, которые позволяют, там, работать с одним редуктором, то есть, с одним дизелем, либо же, с двумя, либо же, с этими-тремя, да, вот, и так далее, и так далее. Зарубежный опыт автоматизации крупных город подтверждает, что достижение максимальной эффективности использования в технических сетях, выражающиеся, выражающиеся в повышении перерабатывающих способностей, улучшении качества переработки и повышении производительных труда, станционного персонала, возможно, лишь при комплексном подходе к автоматизации сортировочного процесса и реализации нового поколения системы управления. Естественно, да, это по вопросу комплексный, и здесь нужно подходить к решению всего, то есть, не только мы должны рассматривать одну сортировочную работу, мы должны рассматривать всю станцию в целом, не только станцию, но и прилегающую к нам, то есть, либо в узле, либо ухо мы должны рассматривать, либо женщины, либо живые, например, живые и так далее, и так далее. Ну вот, ну, естественно, это все необходимо для чего? Для того, чтобы система сама работала, человек только осуществлял функцию контроля. То есть, это в первую очередь, для чего нам нужно делать? Человек должен контролировать весь этот процесс, а система должна работать. И для того, чтобы исключить человеческий фактор, мы на сегодняшний день должны принимать при этом автоматизацию вот этих вот процессов. Есть это в Соединенных Штатах Америки, что касается производства, но не было по работе, но перейдем к поездной работе, да, есть некоторые системы, то есть зарубежные системы управления перевозками. Одна из систем, которую мы сейчас с вами основим, это система АС-3, вот, автоматическая система управления поездом в реальном времени, то есть, видите, как позволяет нам следить за то, что с поездом происходит в режиме реального времени, не получать информацию прошедшую, как мы сейчас, да, берем, вот, а действительно следить в поезде, то есть, что происходит в режиме реального времени. Вот. Эта система была разработана и применена на французской железной дороге, да, и является результатом совершенствования системы управления поездом, которая предусматривает минимальное участие человека в процессе управления и позволяет повысить пропускную способность лимит, обеспечивает безопасность движения, управляется ими поездами с одинаковой точностью. То есть, видите, это уже, то есть система, которая, может, так сказать, исключает человеческий фактор, да, но тем самым повышая при этом все необходимые показатели. Вот. Повышение пропускной способности достигается за счет точного определения местоположения поездов, да, и, соответственно, передачи информации у машиниста в виде индикации телевой скорости и расстояния, учета реальной скорости движения каждого поезда и мощности торможения. То есть, тем самым мы можем уже оставлять, будет задушку поезда, мы можем получать информацию о каждом поезде конкретно, в какой скорости он едет и так далее, и так далее, и так далее, и так далее, да. Вот. В системе АС-3 много традиционно, вместо традиционной автоблокировки использован принцип мобильный блок участков, когда расстояние между попутно следующими поездами не менее тормозного пути. Основными составными частями системы АС-3 является, это устройство определения местоположения поезда, полная база данных о состоянии пути, да, информационные центры управления, все эти переначат данные. То есть, видите, здесь система позволяет нам уже полностью отправлять поезда, то есть не как, да, у нас при автоблокировке мы отправляем средним грузовые поезда через каждые 8 минут, да, то есть, а здесь мы можем уже отправить, хотя бы впереди ездили на утормогенном пути мы можем отправить. Но для этого нам необходимо знать некоторые данные, да, то есть какие данные, мы сейчас их с вами перечислим. Ну вот, в качестве локомотивных устройств системе АС-3 использованы комплекс, комплекс с радарами доплеров, то есть не считывание и обработка информации, устройство контроля целостности поезда, приемники и передачи радиосвязи, бортовые и бортовой компьютеры, управляющие всеми бортовым оборотом. То есть, видите, также сам локомотив, да, то есть обеспечен средствами, вот такие вот, то есть в нем также установлены системы АС-3, да, но которые еще дополнительно позволяют нам поддерживать такую систему, да. В качестве напольных устройств системе АС-3 используют элементы, управленные стеревочным переводом, радиостанции, путевые ВЧ-датчики, среди наземных телекоммуникаций, информационные центры управления и так далее, да. То есть, видите, эти системы, то есть, видите, они, она уже дополняет, да, эти системы дополняют, или какие-то даже крутые системы автоматики и телемеханики, да, то есть тем самым позволяют, то есть, видите, позволяют улучшить процесс, улучшить весь перевозочный процесс. То есть исключить человека, исключить влияние человека на весь этот перевозочный процесс. И, естественно, все положения проекта АС-3, они имеют свое отражение. Предлагаем системе управления движением поездок и отличается следующим. Местоположение поезда определяется на борту локомотива относительно космической группировки ГЛОНАСС, GPS, и затем по служебной связи передает центр управления. А в проекте АС-3 вычисляется по состоянию напольных устройств и скорости локомотива, измененной с помощью радара Доплера. И, естественно, в центр управления уже поступает информация от напольных устройств, как поступает с самого борта локомотива. Естественно, данная система позволяет, во-первых, получать двое данных. То есть, первое, это получается через спутник, второе, получается, с рассчитывающих устройств. И эти данные сравниваются и позволяют нам определить, то есть, представьте себе, два вообще устройства, которые дают одинаковые данные. То есть, это очень, значит, система себя еще раз проверяющая, то есть, через спутник они проверяют и через понапольный датчик. Все это система, я не думаю, что она прям приходит и сразу выдается, да, то есть, эта вся система анализируется, да, то есть, если это микропроцессорная система, они сами себя проверяют, да, и проверяют, насколько эта информация точна, и потом только ее выдают. Вот, это очень, очень трудоемкий процесс, но этот процесс очень важен, да, для организации движения поездов. Функциональные возможности проекта АС-3 ограничиваются повышением пропускной способности, безопасностью движения поезда в контроле, состояние поезда. Предлагаемые дополнительно, предлагаемые дополнительно выполняются диагностики локомотива, учет энергоресурсов, анавиматическое введение поездных локомотивов, да, и так далее, и так далее. Эта система еще и позволяет следить за локомотивом, что с ним вообще вообще ничего и происходить. Есть вторая система управления перевозками, это система GSM-R, вот, она в большей степени применяется на европейских железных дорогах, так, продолжает широкое внедрение в цифровой подвижной радиосвязи на базе стандарта GSM-R. Вот, на железных дорогах Нидерландов, Моби-Рейл введена с помощью эксплуатации, введена в эксплуатацию первая система GSM-R, позволяющая в масштабе всей страны производить, то есть, проект был полностью реализован в полном объеме, включая интеллектуальные сети, передачу данных для управления перевозками поездов с использованием технологии GPRS. То есть, видите, вторая система полностью основывается на мобильных средствах связи, да, и как она себя показывает, эта система, да. И разработка началась в 97-м году и была представлена, да, то есть, была организована по этому одной из конференций и встреча, вот, и был подписан меморандум о том, что эта система, начали разрабатывать эту систему. И в 2000-х годах, вот, впервые в промышленную эксплуатацию, вот, была введена в июне 2000-го года, да, на линии, соединявшая Данию и Жвейцарию, то есть, это система GSM-R впервые, да. И с августа 2002-го года она была внеделена на высокоскоростной линии Кельн-Франкфурт на германских железных дорогах, да, в качестве телекоммуникационной среды, где используется система сама GSM-R. С 2000-го года прошло уже немало, не так мало времени, и эти системы зарекомендовали себя с хорошей стороны, и ряд стран, да, начали реализовывать у себя установку этих всех систем, такие страны, как Бельгия, Финляндия, Великобритания, Испания, Швейцария, Италия, да. Вот, и, то есть, сама система очень, достаточно, очень хорошая. Вот. Почему одним из таких вот моментов, да, то есть, почему все накинулись на эту систему, в первую очередь, да, то есть, достоинство ее, этой системы, в первую очередь, это телекоммуникационная платформа, да, то есть, которая уже была создана, да, и она базируется на самой распространенной в мире стандарте мобильной связи, GSM. Это порядка около 70% всего мирового рынка, да, то есть, свыше 450 операторов, более чем 180 стран. То есть, в принципе, с работой этой системы возникать никаких проблем не может, то есть, любая страна из вот этих вот 180 стран, да, может спокойно закупить эту систему и использовать своего сотового оператора, который поддерживает данный формат GSM, да, вот, они могут установить эту систему. То есть, уже, видите, то есть, уже была создана платформа, ее только просто приспособили под свои какие-то, под свои устройства, и все на это. Вот, это уже, скажем так, половина дела была уже сделана, да, вот. Естественно, естественно, то есть, широкая распространенность позволяет использовать сети общего пользования в качестве резерва сетей технологического назначения в случае выхода из строя основной, как говорится, сети. Вот, очень важно, чтобы GSM-R разработан не для технологических целей вообще, а именно для железнодорожного транспорта, то есть, конкретно, видите, он адаптирован под него, да, вот. Вот, техническая совместимость сетей железнодорожного подвижного, подвижной радиосвязи GSM-R и мобильной связи общего пользования создает условия для организации телекоммуникационного сопровождения транспортных логистических цепочек при мультимодельных перевозках грузов. Взаимодействие различных видов транспорта, например, в морских портах, то есть, это тоже достаточно очень важный вопрос. Ну, здесь вот показано непосредственно, то есть, как она может быть реализована, да, то есть, это система, да, то есть, система GSM-R, да. Вот, и, то есть, просто приведена в таком небольшом рисунке. Ну, вот. Дальше мы поговорим про эту систему, да, именно взаимодействие сетей обеспечено на мобилрэйл. Ну, ради покрытия вдоль всей железнодорожной сети протяженностью 3000 км обеспечивается 300 базовых станций. То есть, видите, уже это и дополнительная рабочая сила для дополнительные рабочие места и для кого? Для операторов сотовых сетей, которые устанавливают непосредственно базовые станции, их обслуживают и так далее, и так далее. То есть, видите, железная дорога еще тем самым дает новые рабочие места в других отраслях, да, то есть, это тоже очень важный момент. Ну, вот. Естественно, все вот эти вот операторы, то есть, кто обеспечивается, да, то есть, здесь приняло большое участие компания Сирми, да, то есть, специалисты фирмы Сименс, да, вот. То есть, это они занимались, в первую очередь, разработкой этой системы, да, вот, и, как я уже говорил, то есть, эта система получила положительный результат и сейчас устанавливается. Вот, вот, также, видите, проходит испытание на железнодорожных радиосвязях в России, да, на Сверхловской железной дороге действует опытная зона, на котором проверяется действие цифровых систем составов GSM-R и Тетра. Поскольку российские железнодороги не являются цифровыми МСЖД, они не связаны с его решениями и свободной выборой стандартных, вот. То есть, видите, данная система уже начала применяться на российских железнодорогах в качестве такого опытного образца. Если они захотят, то закупят эту систему, либо же на базе этой системы придумают свое что-то и так далее, и так далее, да. Вот. Естественно, то есть, помимо решений на задачу строительства СТБ, такая связь позволяет обеспечить переговоры между работниками железнодороги, а также коммерческой эксплуатацией для телефонных разговоров клиентов о самой сети. То есть, ну, сегодня мы с вами познакомились с маневровой работой, которая производится на Соединенных Штатах Америки, и рассмотрели две европейские системы, да, и которые позволяют, это новые системы, которые позволяют, нам управлять поездами на перегонах. Это две новые системы. Достоинства и недостатки мы сейчас рассмотрели, да, то есть, для чего они нужны, да, и как происходит управление всеми этими переводочными процессами непосредственно на пленную дорогу в плане Европы. На этом лекция наша подошла к концу. Всего доброго. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok